Портал «Такие дела» и «Лентач» «Большая земля» при поддержке Тинькофф Бизнеса представляет. Дальний Восток России. Здесь любой желающий может получить бесплатно гектар земли и начать свое дело. Пускай все говорят, что это невозможно. Но мы, Митя Олешковский и Борис Акимов, при поддержке Тинькофф Бизнеса проверим это на себе, возьмем гектар и создадим успешный бизнес с нуля. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы уже находимся в Москве в уютном кафе «Лавка-Лавка» на Патриарших прудах, где мы решили ответить на вопросы наших подписчиков и наших зрителей, которыми засыпают буквально комментарии к нашим всем видео, которые выходят. А также мы решили наконец-то разыграть билет в любую точку света для тех, кто участвовал в первой серии, помните, там был конкурс. Вдруг мне повезет. Вдруг ты выберешь мой вариант. Возьмешь билет в Хабаровск тогда, наверное. Сразу беребеджан. Беребеджан же нет в аэропорту. Придется построить сначала. Восстановить. Силой посадить. Ну да. Короче, у нас есть несколько вопросов, на которые мы ответим. Потом сразу выберем победителя. Первый вопрос от Татьяны Григорьевой. Когда вы уже определитесь с родом дела, что именно будете делать, какое у вас финансирование и сроки предполагаемой окупаемости? Серьезный человек подготовился. Ну, серьезный вопрос. Мы же серьезными делами занимаемся. Что касается того, когда мы определимся с родом дела. В 10 серии, в конце этого сезона, мы точно будем предполагать, чем мы будем заниматься. Я думаю, что мы в конце этого сериала подведем итоги увиденного. Сезона. Сезона. Первого сезона. Да, сезона. Подведем итоги увиденного и точно сформулируем то, чем мы будем заниматься. Потому что для этого мы, собственно, и путешествовали. Приехать просто так на другой конец света и сразу начать какой-то бизнес, это, в принципе, нереально. Мы должны провести некоторую подготовительную работу. Вот она и задокументирована в первом сезоне нашего сериала. И второй, и третий, и дальнейшие сезоны будут посвящены тому, что мы будем финансировать этот проект каким-то образом. И что мы будем развивать эту землю. Будем, наконец-то, с мотыгами, лопатами что-то там делать. Будем сажать. Ну, посмотрим, конечно, что придумаем. Что касается финансирования, есть разные варианты. От коллективного финансирования до поиска спонсоров, инвесторов и так далее. Мы пока тоже это разделяем. До собственного кармана. Да. Мне кажется, с этого нужно начать. Все свои деньги мы, конечно, дадим, продадим квартиры, машины и поедем туда. Вот здесь вот все. Так, второй вопрос. Если что, обратимся к этому делу. Второй вопрос, мне кажется, самый важный. Его спрашивает Кип 44580. Подскажите, пожалуйста, Борис Акимов еврей? Конечно. Поэтому мы туда и знаем. Еврейская автономная область. На мою родину историческую. Вот. Михаил спрашивает, а почему один гектар, вас же двое? Ну, если пытаться серьезно на этот вопрос ответить, то мы возьмем два гектара. Вообще, на самом деле, хотелось бы взять и побольше, чем два. Возможно, что и, может, и тысячу. А может, и сто. Главное, посмотрим, сколько людей будет. Следующий вопрос задает человек по имени Язычник. Инфантильные дурачки. Никакого серьезного отношения к реальной работе на земле эти люди не имеют. Шоу? Фейк? Фейк. Как вы можете это прокомментировать, Борис? Сидя в Москве на Патриарших прудах. Вы правы. На самом деле, все это мы снимали в Битцевском парке. В Филевском. В Филевском парке в Москве. И нашли там евреев и староверов. Ну, это тоже ведь интересно. Нет, на самом деле, серьезно. Когда ты начинаешь что-то делать, находится огромное количество людей, которые говорят, что это ерунда, что это фейк, мы в это не верим. Потом, когда ты на самом деле достигаешь результата, эти люди уже не интересуются, потому что они ушли на какой-то другой ресурс, где можно тоже рассказывать про что-то, что это фейк. Это абсолютно нормально и хорошо, когда тебя обвиняют в чем-то, потому что это означает, что ты что-то делаешь. Если ничего не делать, тогда и не будут обвинять. Мы изначально хотели подходить к этому с юмором, потому что серьезно уже государство подходит к этой программе «Дальневосточный гектар». И, в общем-то, в нее мало кто верит. Лучше с юмором подойти. Люди тогда повнимательнее к этому приглядятся. А потом, когда увидишь, что это серьезно, то уже этот юмор пропадет и получится уже какая-то интересная штуковина. Пишет Даниил Гармата. «А хотелось бы посмотреть ближе к реальному времени. Сейчас зима, а мы смотрим видео о том, что происходило летом». Во-первых, не летом. Даниил, не летом. Мы не летом это снимали. Как летом? Мы это в ноябре снимали. Мы там в каких-то таких теплых куртках были, в зимних абсолютно. Это жуткий холод. Вы думаете, что там летом? Нет, между прочим, среднестатистическая температура летом в еврейской автономной области на юге, например, этой области, я помню, в Ленинском что-то районе, в Октябрьском районе в июле, например, не опускалась никогда ниже 28 градусов. На широте Сочи он находится. Или шире Сочи. Ну, короче, ниже, выше. Но смысл в том, что действительно там бывает жарко. При этом зимой невероятно холодно. Как только мы оттуда уехали, через две недели было минус 28, буквально. Я вот смотрел в Фейсбуке, и все было засыпано снегом. Поэтому и сейчас там, говорят, очень холодно и довольно-таки тяжело. Резкоконтинентальный клим. Вот еще Иван Ишимцев пишет. Господи, можно уже хоть какие-то действия начать совершать? Мы это смотрим, потому что нам интересно узнать, что у вас и как получится. Но нам не интересно смотреть, как вы едите пельмени и ищите евреев. Иван, как без евреев, как без пельменей? Мы же не... На самом деле... Никому не будет интересно, если мы просто землю там копать. На самом деле, ну, судя по комментариям, довольно большое количество людей, у которых есть обманутые ожидания. То есть они думают, что если сериал называется «Длиннавосточный гектар», то значит им покажут, как люди приехали и сразу стали осваивать. Но вопрос в том, что... Во-первых, а, интересно действительно путешествовать и посмотреть вообще, куда мы приехали. Б, вот если вы, зритель, решили взять «Длиннавосточный гектар», во-первых, по какому принципу определиться? Где его взять? На какой территории? Чем вы там будете заниматься? Соседей, опять же, узнать всегда важно. В бизнесе самое важное это подготовительный процесс. Вот можно, конечно, прыгнуть куда-то сразу, но потом ты разобьешься просто. Денег не хватит, и ты разоришься. Для того, чтобы не разориться, сначала подготовительный процесс прошел. Чтобы он прошел успешно, нужно для этого изучить ту местность, в которую мы приехали. Чего там не хватает? Что там есть? Какие там человеческие ресурсы? Какие настроения царят в обществе? Как там с китайцами обстоят дела? Как с евреями? Почему бы и нет? Если у вас будут вопросы, еще какие-то оставляйте их в комментариях. Боря обещает, что он ответит на них прямо в комментариях. Так же, как видите? Последний вопрос. Я бы посмотрел, как они без поддержки Тинькова это сделали. Какая-нибудь бабуля, живя на одной пенсию, или семья со средним достатком в 50 тысяч рублей. Про Тинькова. Нам Тиньков не дал деньги на гектар. Нам Тиньков дал деньги на то, чтобы мы сняли это шоу. И вот в этом их спонсорская поддержка заключается. То есть мы будем развивать наш гектар именно с помощью финансирования общественного, собственного, либо с привлечением каких-то других спонсоров. Может быть, в том числе и Тинькова. Про бабулю? Про бабулю. Наверное, бабуля, в принципе, мы не рассматриваем в здравом уме и трезвой памяти бабуль или дедуль как каких-то прямо очень-очень-очень активных предпринимателей. Они уже отработали, они сидят на пенсии, и то, что им платят маленькую пенсию, это вопрос государства. Вряд ли от них стоит ожидать, что они будут переезжать на Дальний Восток. Пусть их дети это делают. На самом деле, вся эта программа для восточных гектар, она придумана как раз как выход для некая помощь людям как раз со средним достатком. Вот если человек не среднего достатка, чему вообще нужен гектар? Он может купить там, где он хочет. Если он ниже среднего достатка, для него бесплатный гектар, это интересная дополнительная потенциальная возможность свой достаток увеличить. Колонисты двигались за землей от собственной недостаточности финансовой какой-то, а не достаточной. Если у человека все хорошо с деньгами, он будет сидеть там, где ему хорошо, или переедет там, где еще лучше. Поэтому как раз это абсолютно нормальная вещь. Если у тебя достаток ниже среднего, так возьми гектар, начни там работать, и у тебя вот достаток повысится. Как вы помните, в первой серии мы объявили конкурс с нашими друзьями из Авиасейлз. У него были правила, вы должны были предложить нам какое-нибудь самое длинщинское, тяжелое, удаленное, труднодоступное место в Дальневосточном федеральном округе и предложить нам какой-то самый оригинальный вид бизнеса в этом месте, который можно, в общем-то, на Дальневосточном гектаре развивать. Многие люди подумали, что мы туда и поедем. Я так подумал. Но поехали бы не туда. И в этом наши мнения разошлись. А почему мы должны всегда быть едины? У нас в программе демократия. Я не согласен. Но это не значит, что мы не продолжаем вместе движение. На гектаре поговорим. Для вашего блага. Мы выбрали некоторое количество людей с интересными вариантами, которые писали в комментариях, которые оставляли под видео, подписывались на канал, расшаривали и выполняли все условия конкурса. Ну давай уже к делу. Мы сейчас выберем, вот расскажем несколько вариантов. Каждому из них присвоим по номерочку, а потом введем в рандомайзер эти номера и он выберет нам победителя. Потому что у нас у обоих в сборе есть любимчики. Из этих любимчиков пускай будет судьба выбирать. Так, короче, я вам честно скажу, это мой любимчик. Его зовут Илюша Громозов. Он предлагает на Камчатке сделать теплицу на гейзерах. Мне кажется, что это офигительный просто вариант, потому что теплица, которая сама себя поддерживает. Нет, звучит красиво, конечно. Но это же не имеет отношения к тому месту, куда мы поехали. Зато это далекое место, труднодоступное место и интересный вариант бизнеса. Второй, значит, вот Роман Романов. Интересно, это псевдоним или имя? Посмотрим. Он предлагает... Вот это, кстати, тоже. В комментариях очень много раз предлагают либо аквапарк, либо парк аттракционов. Либо это какая-то местная шутка Дальневосточная, до которой мы недопетрили пока, либо это действительно потребность. Просто издевательство над нами. Может быть. Кому там будет нужно было аквапарк? По-моему, все нужно. На гейзерах, совместно. Короче, вот Роман Романов предлагает парк аттракционов на Камчатке. Записываем. Номер два. Мы же договорились, что ты выбираешь один, а я один. Нет, нет, мы не так договорились. А как? Мы договорились, что мы выбираем несколько. Да. Вот, значит, Евгений Лапа предлагает, по-моему, очень оригинальный тоже вариант. Место. Город Билимбеда, Чуковского автономного округа. Бизнес. Организуйте полигон для захоронения радиоактивных отходов. Там рядом есть атомная электростанция. Предлагаю тоже номер три. Номер четыре. Виталий Корнеев. Место надо выбирать примерно в центре территории, попадающей по эту программу, чтобы она была относительно равна, удалена от крайних точек и почему станет понятность предложения по бизнесу ниже. Пример. Аймекон, республика Сарха, Якутия. Около реки Индигирка на более конкретный выбор места требует, конечно, более детального рассмотрения относительно предложенного рода занятия. Вот человека просто надо обратить в нашу программу, мне кажется. Вот серьезно к делу подходит. Бизнес. Единственным верным решением в такой ситуации представляет создание хаба, агрегатора по благоустройству. Объединить различные предприятия, работающие в сфере услуг, остро необходимые для людей, которые собираются что-то делать. Пример. Объединяющий инлай сервис, постройка домов, настройка коммуникации, вода и электричество. Человек, дело говорит вообще. Это очень облегчает вход других участников программы, а это очень круто, так как отсутствие инфраструктуры на гигантской территории это вообще главная фишка проекта Дорида. Короче, Виталий Корнеев, вы прям мой любимчик. Следующий, пятый вариант. Это тоже один из вариантов, который я сам хотел бы делать. Элитный ресторан со звездой Мишлен с собственным производством всех продуктов на собственной экоферме. Место, можно и не слишком упорото, с хорошими видами, было бы идеально для таких целей. Можно еще кемпинг-гостиницу там же бахнуть. Предлагается некто Андрей Кабанцев. Но это как раз про меня. Ну, я говорю, это офигительное предложение, мне кажется, я... То есть... Главное, типа, Мишлен вызвать только. С учет того, что он вообще в Россию пока не приезжает? Ну, может, через еврейское лобби как-нибудь зайдем. По еврейской линии? Да. Мишлен привезти. Так, пермакультуру по Сеппу Хольцеру в какой-нибудь гористой местности. Никакой народ подготовленный, да? Он знает Сеппу Хольцера. Слушай, передаем привет, значит, Шиму из группы Каста. А это он? Да, это не он, но... Он у нас главный идеолог этого движения в России. Так как вы не предложили место, мы игнорируем это предложение. Таня Шевцова пишет. Рассмотрите Ульчинский муниципальный район, поселок Де Кастре. Находится на берегу... Название? Да, название классное. Куба. Находится на берегу залива Чихачева, Японского моря. Район богат своими ресурсами. Конкретно в поселке Де Кастре есть условия для развития бизнеса, разведанные месторождения редких лечебных грязей. Ближайший аналог по грязи курорт Хапсулу в Эстонии. Есть все условия для создания грязи-лечебности. Ты бывал когда-нибудь в лечебной грязи? Нет, я вот не черное, на Мертвом море я бывал. Мне кажется, тут тоже есть связь через еврейскую тему. Ну, ты пробовал на себе это? Нет. Незаметно, что ли? Грязи на берегу Японского моря. Звучит ты как? Номер 6, да. Лечебные грязи на берегу Японского моря. Ждут вас. Еще совершенно чудесный, прекрасный, великолепный вариант. Мы тоже его не можем принять, потому что без четкого, конкретного места. Но мне кажется, что это реально супер клевый вариант бизнеса. Кладбище на дальневосточном гектаре. Беспроигрышное дело, если есть соседи-медведи. Предлагает человек... Если есть соседи-медведи, то есть имеется в виду, видимо, что это не просто способ похоронить родственника, но еще и покормить медведя, что ли? То есть он откопает и съест. В России нет пока разрешения на частное кладбище. Я этот вопрос мониторил. Ну и по другим формальным причинам, к сожалению, хотя я бы устроил кладбище. Этот ответ не подходит нам тоже. Я бы устроил кладбище. Следующий вариант. Пишет нам Антон Пенигин. Вариант использовать участок для выращивания ценных пород деревьев. Здесь же разместить питомники для пушного зверя. Сюда же добавить небольшую базу отдыха, где охотники, любители будут отстреливать за плату, в скобочках, хищников и больных животных. Эдакий комплекс. Пока деревья подрастают, бизнес развивается в других сферах. А как они будут, интересно, определять, что это больное животное, для этого будет специальный ветеринар. На Камчатке... На Камчатке... На Камчатке этот бизнес вряд ли будет рентабельным. Так что место Хабаровский край, район Советско-Гаванский. Советское лесничество, Совгаванское участковое лесничество, кварталы 1-231. Кварталы 1-237. Все, прекрати. Ну, короче, там много цифр еще, очень надо остановиться. То есть человек, видимо, он работает там лесником. Мы записываем номер 7, это выращивание деревьев и отстрел животных. Выращивание деревьев убираем, оставляем просто только отстрел. Животных тоже можно убрать. Так. Отстрел. Вот, значит, предлагает еще... Где еврейская автономная область? Два, два, еще два варианта. Станислав Жаренко предлагает, еврейская автономная область. Один из наиболее депрессивных регионов в России. Денег нет, региональной поддержки бизнеса нет, отсутствие необходимой инфраструктуры, проблемная логистика. Вся надежда еврейской автономной области перед вами. Но при этом климат позволяет заниматься сельским хозяйством. Пчеловодством, например. Рынок сбыта, соседние благополучные регионы, экспорт в Китай, Южную Корею и Японию. Станислав под номером 8. Пчеловодство в ЕАО. Очень даже перспективная вещь. И еще последний, девятый вариант, который предлагает нам Степан Свинцов. Раз Владивосток на одной широте Сочи, то пусть это будет село Чугуевка или Лозо, или Авангард, что в Приморском крае. Ну и, конечно же, виноделие! Виноград дает плоды уже на второй год. Вот почему он не мог остановить. Плюс он может расти в самых сложных условиях. Высокого качества виноматериала для игристых вин получается при культивировании винограда на бедных почвах, в горных и предгорных районах. Создайте новый эксклюзивный бренд. Во Франции вздрагивали бы, когда слышали о вене из долины реки Уссури. Закончи универ, все броши, и тоже приеду виноград растить. Вот предлагает нам Степан Свинцов. Это не твой псевдоним? Нет, к сожалению, но идея абсолютно моя. Степан, я с вами солидарен. Бросайте университет, приезжайте, будем делать. Не надо ждать его окончания, надо час ехать уже. Мои университеты, университеты Горького, помните? Где он их заканчивал? Как раз пешком бродил по России. Вот мы выбрали 9 вариантов, которые нам понравились. Их на самом деле было очень много, но мы выбрали только те, которые нам понравились, которые нам интересны. Мы заходим на сайт Random.org, все знают, что это такое. Итак, выбираем от 1 до 9, победитель получит от Aviasales билет в любую. Только не виноделие. В любую точку света. Потому что значит, что это он выиграл сам. Там есть небольшие условия, что он должен стоить не больше 100 тысяч рублей, насколько я помню. Это был не вариант про виноделие. А виноделие это 9 вариант? Только не 9. Какой номер? Покажи мне номера еще раз. Кто там что? Давай еще раз. Номера. 1. Теплица на гейзерах. 2. Парк аттракционов на Камчатке. 3. Полигон радиоактивных отходов. 4. Инфраструктура в Якутии. 5. Мишленовский ресторан. 6. Лечебные грязи на берегу Японского моря. 5. Деревни подстрел животных. 8. Пчеловодство еврейки. 9. Виноделия в Владивостоке. Все? Начинаем. Короче. Успотели руки. Хотя ты это делаешь. Хочешь, можешь нажать на кнопочку. Давай, чтобы... Итак. Победил номер 9! Боря, ты... Послушай. Это ты нажал, не я. Итак. Не, вы понимаете, да? Что произошло? Репутация шоу, это конец. Уважаемый Степан Свинцов. Где вас теперь найти, не знаю. Но, пожалуйста. Ёлки-маталки. Нажимаю на ссылку Степана Свинцова. Мне пишут, что такой канал не существует. Я найду все-таки. А, уважаемый Степан Свинцов. Свяжитесь с нами, пожалуйста. Вы выиграли билет в любую точку света. От Авиасейлс. Вам нужно обязательно доказать, что это вы. И напишите нам, пожалуйста. И получить билет. Да. В комментариях. Получите билет. И, в общем-то, все. Ура. Мы продолжаем наш сезон. Осталось еще пять серий. Потом второй, трех, пятый, десятый сезон. В общем, присоединяйтесь. Спасибо, что смотрят. На всю жизнь теперь. Ну, посмотрим. Наше здоровье. Продолжение следует...